Привет, интернет! С вами Серж от канала Бонус Левел, и давайте поговорим о PlayStation. Большие новости! Sony показали дизайн своего нового джойстика, который уже не DualShock, а DualSense 5. И мне одному кажется это немного нелогичным. Мы где-то уже видели DualSense 1, 2, 3, 4? Нет, я понимаю всё, маркетинговый ход и так далее, но почему бы не назвать свой джойстик просто DualSense? Ну ладно, это всё мелочи и маркетинговый ход, я понимаю это. И знаете, интернет судя по всему очень разделился во мнениях по поводу нового джойстика. После видео предлагаю вам отписаться в комментариях, что думаете вы по поводу нового дизайна, потому что даже среди моих близких знакомых никакого консенсуса так и не обнаружилось. Что касается меня, мне в принципе нравятся футуристический дизайн и цветовая палитропада. Ну и отсутствие световой подсветки на голове его не может не радовать, учитывая как это свечение то и дело отражалось от экрана телевизора или монитора, когда сидишь напротив него. Вместо этого стильные полоски, обтекающие лицевую тушу джойстика. В общем, как по мне, круто довольно-таки. Сначала, к слову, может показаться, что лицевые кнопки какие-то плоские, но это обман зрения. На самом деле они всё такие же выпуклые и по сути ничем не изменены. Смущает меня лишь то, что тач-панель прям слишком огромная. Она занимает чуть ли не половину всей общей площади джойстика. Я не знаю, нужно ли это было, учитывая, что на PS4 эта тач-панель едва ли использовалась в проектах. Зачастую просто служила огромной кнопкой Select. И сделать такой вот акцент на неё? Ммм, спорное решение, но посмотрим. Ну и нельзя не заметить, что дизайн стал куда более приближён к иксбоксовскому контроллеру в плане его формы. Очертания прям совсем не похожи на DualShock'е. Наверное, именно поэтому Sony решила наименовать контроллер иначе. Так что да, видимо, скоро настанет пора попрощаться со старым добрым брендом DualShock, который радовал нас ещё с далёкой эры PlayStation 1. И ждать, когда мы сможем сами пощупать джойстики и делать более явные выводы. В конце концов, именно в этом заключается суть контроллера. В удобстве и комфорте игры. Но к слову об этом, вам не кажется странным, что до выхода консоли осталось по сути полгода, но мы до сих пор не увидели её дизайн. И всего лишь одну игру, которая выглядит довольно бюджетно. Недавно в интернет всплыл комментарий от вроде бы как проверенного инсайдера. Хотя это не 100%, об этом упоминали лишь несколько человек из индустрии в твиттере, так что принимайте это всё со столовой ложкой соли. Комментарий по поводу того, что у Sony не всё так гладко с производством консоли. Привожу вам свой вольный перевод. Поговори с видеоигровыми разработчиками. Я знаю нескольких. Я также знаю людей, которые разрабатывают напрямую для Sony, то есть first party студии. Я работаю в индустрии, но в другой отрасли. В общем и целом, у всех складывается ощущение, что Sony конкретно налажали в этом поколении. Они недооценили Microsoft и были чересчур уверены в себе. Можете ожидать переноса PlayStation 5 и проблем с охлаждением похуже, чем те, что были у Xbox 360. Для Sony это главный источник тревоги. Вы не находите странным, что они до сих пор не показали внешний вид консоли, несмотря на давление со стороны Microsoft. Это потому, что количество поломок сейчас превышает все нормы. Система не может поддерживать заявленные частоты. M.2 разогревается слишком быстро. Большая пропускная способность означает большее потребление энергии, что приводит к большей температуре. Но даже PCIe 3.0 M.2 становится слишком горячим при установке. Основная проблема заключается в том, что Sony не осознали, что форм-фактор должен был быть изменен. И сейчас они обеспокоены, что им необходимо сделать полный редизайн консоли, который должен будет походить на ящик, как у Xbox Series X. И люди будут думать, что они просто скопировали дизайн Microsoft. А еще вам не кажется странным, что они до сих пор не показали никаких игр для старта консоли? Почему? Да потому, что разработчики понятия не имеют, как оптимизировать их, потому что Sony сами до конца не имеют представления, о какой постоянной производительности будет идти речь. И они не хотят показывать геймплей с девкитов, спецификации которых могут соответствовать не тому, что будет из себя представлять финальная ревизия консоли. Люди, с которыми я знаком, которые наиболее близко работают в этой сфере, говорят, что все очень плохо. Sony надеются на то, что их вывезет сам бренд PlayStation хотя бы на протяжении первых двух лет, пока они работают над редизайном. Вас предупредили. Sony почевала на своих лаврах и принимали успех как должное. Они слышали слухи про то, что Microsoft собирались сделать со своей консолью, но не верили, что они смогут вывезти. Разработчики третьей стороны подтвердили, что Microsoft достигла всего, что они намеревали сделать, и провели тесты на Xbox Series X. Microsoft были очень открытыми и позволяли им это. Вот почему Sony начали спешить с выпуском своей консоли. Они увидели, что Microsoft уже готовы к производству прямо сейчас. И это лишь добавило к проблемам. Сейчас внутри Sony идет спор, стоит ли перенести выпуск консоли на 6-12 месяцев, чтобы исправить все недочеты, или все-таки насильно выпустить то, что есть сейчас, чтобы не отставать от Microsoft, несмотря на высокий уровень отказа железа и проблемы с производительностью. Я с уверенностью могу сказать, что оптимизация для PlayStation 5 занимает куда больше времени по сравнению с Series X. Разработчики говорят, что Xbox удается достигать заявленной равномерной мощности и придерживаться ее, в то время как PlayStation 5 нет, и она очень непредсказуема со своими частотами, из-за чего оптимизировать для нее практически нереально. Она не может постоянно предоставлять ту мощь, которую ты хочешь от нее добиться, даже на короткое время. Фух, даже не знаю, с чего начать. Наверное, с правдоподобности всего звучащего. И хотя я остаюсь скептичен, я не могу не заметить, что это все звучит слишком правдоподобно, и что история в некотором роде повторяется. Вспомните PlayStation 3. Не помните? В подсказках я выставлю свое видео про нелегкую историю этой платформы. Но если вкратце, там практически тот же сценарий. После успеха PlayStation 2 Sony зажрались, не верили, что майки могут противопоставить что-то в ответ, и в итоге настолько облажались, что у них заняло почти 5 лет, чтобы наверстать упущенное и догнать конкурента. Скажу честно, я действительно планировал брать PlayStation 5 прямо на релизе. Для себя и для вас, моих дорогих зрителей, дабы, так сказать, с первых рук, без каких-либо приукрас, рассказать вам о всех плюсах и минусах платформы. Ведь кому-кому, а мне-то Sony уж точно не завезут никакие чемоданы. Но сейчас, зная, что есть риск, что я могу потратить минимум 500 баксов, а то и больше, учитывая наших местных барыг, на кусок жидо-японской железяки, которая будет во всем уступать своему конкуренту, а то и вовсе сломаться, я не знаю интернет. Пока что я до сих пор намереваюсь купить ее, но не уверен, что нужно ставить в приоритет. Не пропустить хайп с выпуска, который будет во благо моему маленькому, но любимого мною канала. Или быть разумным покупателем и подождать с месяцок, пока другие пользователи не вынесут вердикт. Ну, посмотрим ближе к выпуску. Возможно, вся эта инфа это просто фейк, или у Sony есть какой-то туз в рукаве, который перевернет все в их пользу. Может, они под шумок коронавируса таки возьмут и перенесут выпуск консоли, хотя уже и вряд ли, учитывая, что при показе дизайна DualSense они подтвердили опять выпуск в этом году. Расскажите мне, что вы думаете по этому поводу. А пока оставайтесь все здоровыми и увидимся в следующем видео. Всем пока.